Лёва, Лёва, пошли, пошли. Нам нужны помидоры. Сегодня день помидоров. Сегодня день помидоров. Мы находимся на московском рынке, в Фуд-Сити. Это огромнейший город, внутри города. Здесь можно купить что угодно. Но у нас одна задача, да, дорогая? Ну, не совсем одна, может быть, две. Мы купили сливу уже, будем сушить. И помидоры для того, чтобы вялить, нам нужны. Это прелюдия к нашему новому виду деятельности. Сейчас я сделал паузу после шести часов работы электросушилки. И давайте посмотрим, что можно изменить для того, чтобы сэкономить время и деньги, получается. После того, как помидоры помыли, я их выкладываю на полотенце посушить. Потом в миску взвешиваю первое время. Ну, в среднем получается примерно один килограмм на один вот этот поднос. Помидоры мы купили не все прям идеальные. Они уже могут быть для сушки и не самые прям, прям самые хорошенькие. Вырезаю хвостики и выкладываю как можно плотнее, потому что они усыхают сильно. И чтобы максимально использовать площадь и как можно больше просушить за один раз. Нам больше понравилось, когда половинки сохнут, а не четвертинки. Они получаются какие-то более сочные такие. А когда четвертинка, то помидорка высыхает больше и становится более такой сушеной, засушенной. Подошвой, да, Лёва? Без комментариев. Чё это? КОНЕЦ Есть разные рецепты, как готовить эти помидоры, солить до или после, или вообще не солить. Но у нас вот такой рецепт. Нам понравилось, что мы все специи и соль добавляем сейчас до сушки. Мы используем морскую соль. Немного. Но надо, чтобы было. Без соли никуда. Ну, а остальные специи, каждый добавляет, конечно же, на свой вкус. Вкусы у людей разные. Кому-то нравится, когда побольше вкуса, разных трав. А кому-то нужны чистые помидоры и сладость этих помидорчиков. Вот. Но перец у нас присутствует обязательно. Он раскрывает вкус помидора и добавляет своей пикантности. И у нас еще смесь специй. Вот. Разных травок смесь. Тоже слишком много, может быть, не надо. Но, опять же, у кого какой вкус. У нас здесь уже стояло три яруса сушилось. Вот уже два часа они посушились. И мы сейчас добавим вниз два новых яруса. Да. Так. Эти обратно. И мы выставляем на сколько часов? На 10 часов мы ставим. Включаем. Температура 60 градусов. Время выставляем. Нет, та предыдущая на 6 ставим мы. Чтобы предыдущие три яруса посмотреть. Через 6 часов добавим дальше. О самой сушилке вам расскажет дальше Лёва. Ее преимущества, особенности и правила использования. Спасибо, Светлане, что она дозволила мне столь ответственностью рассказать о нашей электросушилке. Вообще, как она у нас появилась? Мы взрослые люди, и мы же знаем, что дарить друг другу на день рождения. Мы же не ждем Деда Мороза. Ну, правда, есть тут дома фея микрозелени. И она подугадала, и день рождения страны принесла нам, что-то сказать, АИС принес нам электросушилку. Ну, наверное, кто-то из вас знает, работал с ней. Ну, а для тех, кто не знаком с этим оборотом, разрешите буквально в пару предложениях рассказать о том, для чего она предназначена. И как она работает? Принцип работы для безобразия прост. Это электродвигатель, лопасти, нагревательный элемент, таймер управления, блок управления, кнопка таймера, кнопка температуры, кнопка включить-выключить. Вообще на ней можно делать все, что угодно. В смысле, сушить овощи, фрукты, травы, чипсы делать мясные, сушить грибы, повторюсь, сушить травы, фрукты, овощи, бананы, сливы, да что угодно. То есть и при правильном подборе температурного режима и временной петли, так скажем, получаются очень прекрасные результаты. Наш первый опыт был в сушке яблок, и получилось очень здорово, просто великолепно. Получились нежные, мягенькие, беленькие. В общем, можно добиться очень хороших результатов, знаю, как ей правильно пользоваться. Хотя, в принципе, поработали просто, не знаю, как валенок. Сейчас мы активно вялим помидоры. Мы уже сделали некую партию. Попробовали мы, попробовали наши друзья. Всем понравилось. Мы пока решили продолжить это направление. Помидорам купили двоечко, сейчас у нас будем сушить, сушить и сушить. Вялить, простите, вялить. И вот тут при работе появились некие хитрости, вернее, появилась некая уловка. Возможно, опять-таки с ней знакомы, но здесь можно сделать так, чтобы сэкономить и время на обработку пяти лотков чего-то, ну, в данном случае помидор, и сэкономить электроэнергию. Это уже мое умозаключение. Светлана уже показывала, как мы раскладываем помидоры и ставим ее на время работы. Желаемое время работы, но опять по книге мы это уже поняли, не менее 12 часов. Ну, конечно, зависит от количества, помидор не от количества, а от их толщины. Ну, вот сейчас мы используем сливочки, они не такие большие, но поняли, что не менее 12 часов получается вялить для такого хорошего, замечательного состояния. И вот тут возникла мысль. Сейчас я сделал паузу после 6 часов работы электросушилки, и давайте посмотрим, что можно изменить для того, чтобы сэкономить время и деньги получаются. Давайте я сниму сейчас, допустим, лоточек первый. Ну, пускай первый как раз, да? Вот такое состояние у помидоров после 6 часов соски. Они еще не готовы, да? Но они все-таки усохли, и появились некие промежутки. То есть можно что? Ждать, когда все 5 подносов будут полностью работать 12 часов, и потом закладывать новую партию. Ну, хитро в чем? Что? Мы можем сейчас вложить более плотно, так как у нас позволяет расстояние это сделать, помидорчики друг к другу. Соответственно, получается, получаются свободные площади, на которые мы можем положить новую партию. Вернее, не на эти площади, а вот мы сейчас укладываем эту порцию, перебираю эту порцию, она укладывается. У нас, грубо говоря, освобождается еще один поддон. Вот он, чистый, я переложил. И сюда мы укладываем новую порцию помидоров. Этот лоточек ставим вниз как первым, потому что все-таки там чуть больше температура, чуть мощнее поток воздуха. И получается, что при одновременном использовании всей этой массы, мы все-таки экономим. То есть мы докладываем, и в одну и ту же единицу времени мы производим, ну, так скажем, гораздо большие продукции. По-моему, хитро. И вот смотрите, что получается. Из пяти полных подносов, загруженных под завязку, как было вот здесь, это свежая порция, да, вот на свежее, вообще перебрал, получилось, у меня перебрал плотненько, получилось две с половиной решетки, эту я немножечко стал уплотнять, потому что, чтобы сюда не гружить свежую порцию, чтобы они не путались. И у меня получились еще два лоточка новых, свежей порции. Так что сейчас я их перчу, солю, ставлю их под низ, опять включаю на шесть часов. Эти я потом сниму, опять поменяю, поставлю новую партию. И так продолжается, пока мы не добьемся нужной нам консистенции или концентрации нашего продукта. Редактор субтитров А.Семкин